Здесь те, кого запросто можно встретить в наших лесах. Вот знакомые всем вороны, дятлы и тетеревы. Одни прилетают к нам в область лишь летом, другие живут здесь круглый год. Вот и глухарь наших лесов никогда не покидает. Своё название он получил из-за того, что сезон ухаживания частично теряет слух. Смотрите, какая большая разница в окраске между самцом и самкой. Самка, правда, здесь тетерев, но глухарка чуть побольше размером, но на тетерку она очень похожа. В нашей области 233 вида птиц, но в этом зале удалось собрать всего 60. Даже на это у сотрудников музея ушло больше 40 лет. Что-то покупали сами, что-то подарили жители. Совсем недавно в музее появилась и коллекция уток. Между прочим, редкие виды. Ими музейщики обязаны заядлому охотнику. Тот делал чучело из редких экземпляров, а потом решил отдать всё в музей. Мне очень здесь понравилось, что птицы выглядят более прям как настоящие. Мне больше всего понравилось, когда нам рассказывали про разные птицы, где они обитают и чем питаются. А ты знала раньше это? Ну, есть, которые знал, а есть, которые нет. Многих из этих видов в лесах не видели даже музеологи. Всё потому, что человек природные дома пернатых разрушает. Во Владимирской области строятся дороги, осушаются болота и врубаются леса. Птицам такое поведение не по нраву. Из наших краёв они улетают в другие места. Ну или того хуже. Совсем исчезают. А вот на этом стенде представлены птицы, которых в нашей области встретишь нечасто. Все они занесены в Красную книгу Владимирского региона. Вот, к примеру, птица трухтана. Она гнездится на болотах нашей области. Но из-за того, что в советское время большинство из них осушили, численность популяции этого вида сократилась. Сотрудники музея беспокоены. Расширять строительство человечество будет и дальше. А итог у этого только один. Уже к концу этого столетия пение птиц для нас станет редкостью. Поэтому, я думаю, со временем видовое разнообразие ещё больше сократится. Останутся виды антропогенные, которые приспособятся жить рядом с человеком. Как приспособился жить рядом с человеком. Серый ворона, домовой воробей, сизый голубь или скалистый голубь. Валерия Саенко, Артём Горчаков, 6 канал.